МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На практике познакомились с реализацией поставленной президентом Путиным задачи по освоению зарубежных рынков. Костюм тяжелый? Нет, костюм удобный, мягкий, легкий. Геннадий Пашин – испытатель гидрокостюма. Спасение утопающих, в том числе и его рук дело. В таком наряде проводят по 6 часов в ледяной воде. В этом деле не может быть мелочей. От цвета до материала все продумано. Вещь уникальная и уже заслужившая авторитет среди военных моряков. Курский завод резинотехнических изделий сегодня активно перевооружается. 2017 год, здесь называют одним из самых успешных, прибыль – почти 400 миллионов. На 2018-й надежд не меньше. Проведена, даже не побоюсь этого, огромная работа по модернизации. И в 2018 году на предприятие придет столько оборудования и техники. Я думаю, это, наверное, с момента основания завода такого не было. В 2017 году курская промышленность показала рост на 3%. Обрабатывающая отрасль сделала еще больший шаг вперед. Производство пищевых продуктов увеличилось на 11%. Лекарственных средств и материалов – на 7%, а резиновых и пластмассовых изделий – почти на 4%. Общую тенденцию поддержали и традиционные лидеры – Курская АЭС и Михайловский ГОК. Всего в экономику области за год было вложено 109 миллиардов рублей. Абсолютное большинство сегодня предпринимателей, наших партнеров, они понимают, что надо не жить одним днем, а думать о перспективе. То есть заниматься и модернизацией производства, и повышением квалификации кадров, их подготовкой, и так далее. Решением социальных проблем, о чем мы всегда говорим. И большинство предприятий этому следует. Вот здесь, наверное, какой-то маленький секрет лежит. В центре внимания государства не только импортозамещение, но и выход на заграничные рынки. В частности, Курск резинотехника в 2018 году планирует поставлять за рубеж не менее 1,5 от объема всей своей продукции. Вслед за предприятиями железорудной и химической промышленности в скором времени стоит ожидать и новых экспортеров. Это, в свою очередь, даст импульс экономике, которая, по словам президента страны, должна расти темпами не ниже мировых. Тарас Степаненко, Антон Судженко, телеканал СЕИ.